Лишь домой, чтобы тяжелее нам находиться было там, кто хочет, кто не хочет, знаешь, учиться. У нас есть стремление работать, но это очень тяжело, сейчас на данный момент они так это подстраивались. Это в Белгии? В Белгии, да. Это где, столица или где это было? Это в Хэмэксе мы, ну, нам дали жилье в Хэмэкс. В Хэмэкс мы переехали, нас оформили, сделали документы, все как положено, иди сюда, Рима, не уходи. Сара нас вела, наш, ну, как бы сотрудник, который соцработник, я ее спрашивала по поводу документов, ребенка, что нам нужно, предоставить все бумаги, мы везем ребенка изначально. Когда мы уезжали, ее не было на работе. Я другому сотруднику сказала, что мы едем за ребенком. Ей, я не знаю, передали, не передали это, но факт того, что мы приехали в Бельгию, я взяла ребенка, взяла бумаги. А вам объяснили, какие документы? Да, мне объяснили, я взяла у меня официально все бумаги, генеральная доверенность от матери, все как положено. Хорошо. Ну, ее не устроило, она говорит, идите в посольство. Три дня, четыре дня нам дали на все сборы документов, это просто физически, мы не это, а сказали, что возьмут у нас ребенка, отправят или в приют, или на Украину. Мы как бы собрались и выехали из Бельгии, просто чтобы не забрали ребенка от нас. Понятно, есть бабушка. Не хотите остаться в Румынии? Мы остаемся в Румынии, как бы здесь я попросил, ну и с ребенком, и защитой. Здесь тоже бюрократия, но не так, как в Бельгии. Я беру в бюрократии, Олег, ты что, ну, так невозможно, куда, как, чтобы ее забрали в интернат от нас, но ее еле-еле привезли с Украины, и тут надо тебе, чтобы ее забрали. А родители остались в Украине? Мама ее осталось, еще двое детей, помнишь, мы ходили с женщиной с двумя детьми и с ним? Это старшая дочка моего мужа, и мы ее забрали себе, потому что ей тяжело с двумя детьми, только она отдала нам ее сейчас. Понятно, спасибо за объяснение. Я еще предоставлю бумаги, я приду с тобой еще, мы вижу, что нужно связи с тобой. Дальше я тебе покажу, ну, сильно там, как бы проблематично. С моими лекарствами я один день, до этого я звонила и сказала, что я опаздываю на абстракт, это называется абстракт, ну, идти посещение к врачу. Там центр, который для вичбольных, я ее предупредила, что я не успеваю, потому что на поезд не было билетов, мы в Германии задержались, как бы, на ночь, и на следующий день утром я уже была там, и они поставили 1700 евро мне в штраф, чтобы я платила за таблетки, за вич-программу. Я объясняю, Сара... Потому что опоздали или не были, да? На один день я не пошла на этот абстракт. Я позвонила и сказала, Сара, я не успеваю, у нас поезда не было, чтобы мы выехали ночью. Мы приехали поздно с задержками, поезд, в котором мы ехали с Вены, задержался на часа два. И мы не успели на тот поезд, который выехать, чтобы я утром была у меня на 12 часов, на следующий день абстракт уже был. И мы не успели, и 1700 евро они поставили на абстракт мне. За лекарства, за вич-программу. Ужас. Вместо того, чтобы помочь, они долги делают. Да. Это вообще, ну, шок. Там еще одни будут выезжать оттуда. Потому что соседи наши со Львова тоже ему поставили, он после инсульта. У него паралич, у него тоже, он какие-то лекарства, которые во Львове, они ездили во Львове, им дали бесплатно. И во Львове им говорят, что эта программа для них дается бесплатно. В Бельгии то же самое, везде, по всему Евросоюзу были бесплатно. Но в Бельгии у нас по 900 евро. Странно. Тем более вы беженцы. Ну да. Надеемся, в Румынии будет лучше. Не, в Румынии лучше, я же ездила и в центре. Все равно нам в Румынии языки попроще, попроще. А вы знаете, чуть-чуть Румынский. Ну я же разговариваю. О, браво. Да, браво. Бунгенит Акасы. В Сенбетка Акаса. Да, да. Мама Тула Граевская. Браво. Нет, Толя Касы, целяк. Ну, господин, учите, пойти в школу, учиться Румынскому. Я в школу, я пошел с ним. И они все по-молдавски. Ну где, село, молдавское. Ну молдавский, румынский то же самое, да. Все. И попроще все равно. Добро пожаловать домой. Да, шо, приехали. Хорошо, все. Бунгенит Акасы.